Ух ты, класс! Девчонки, прям служба охраны, серьезно, это вы новая полиция эта самая, да? Вообще-то проверяем тут вас на мужественность. На мужественность? Давайте проверим. Какой у вас тест? Поднимите рубашечку, покажите пресс. А, не-не-не, это точно я провалю. Давайте что-то другое. Мужественность разве выражается в мышцах? В какой стране был чемпионат мира по футболу в 2014 году? А тут бьют за, если не любишь футбол? Да, девочки, давайте. Давайте, побейте меня, побейте. Ай, 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 я не знаю. Дайте мне последний шанс. Что такое буллит? Буллит? Да. Ну, это, это маркер в списке. Нет? Холодно. Холодно. Спасибо большое. Не жарко вам? Нет. Нет? Сейчас мы возьмем интервью у настоящего мужика. Идем. Здравствуйте. Вы мужик? Мужик. Мужик. Давайте скажем так. Я мужик! Я мужик! Я мужик! Я мужик! Я мужик! Я мужик! Хорошо. Хорошо провести время. Спасибо. Пока. О, вот же она. Здравствуйте. Здравствуйте. Классно. Вот и вы. Вот и встретились. Ребята занимаются расчлененкой и потом все это продают. Мы этим не занимаемся. Это клевета. Мы готовим экстремальную еду. Мы готовим лягушачьи лапки и готовим улиточек. Ну что, тараканы, тараканы и змеи уже появились в ассортименте? Скажите, пожалуйста. Нет, мы растим их. Растите? Да. Кормим, откармливаем. Уже достаточно скоро появится. Уже набухли у них там, да, бока? Да, да, да. Хорошо. Ждем с нетерпением. Нас, да, Андрей вчера отравился скатом. У вас скаты не планируются? Нет, не планируются. Обратите внимание, потому что люди травят. А другие тоже не планируются. Тоже не планируются. Кушаете ее легко и просто. Берете за ракушку, палочкой достаете и кушаете. Если остался соус, можно вот так вот его допить. А можете показать? Это я угощаю. Сама душка улипки находится внутри. Вы палочкой берете, достаете вот так вот. Андрей, ты много упускаешь с этим своим вегетарианством. Ну мы решили, раз уж в день создания телеканала, то есть вчера мы отравились скатом, назовем его в честь ската. Не, ну мы ждем все-таки тараканов. Ну серьезно. Хрустящие корочки вот эти вот. Усики, да, которые будут шикатать нас изнутри. Пока. Бай-бай. Сейчас я положу заготовочку. Так, значит по центру, да? Да, да. В принципе с этим молотом можно зарабатывать деньги вполне спокойно. Конечно. Все проявилось? Водяные знаки есть? Есть, есть. Класс. Класс. Добрый день, а почему вы так агрессивно выглядите? Скажите. Почему же агрессивно? Ну вы сбитые, какие-то у вас такие прям шипы тут даже. Мы продвигаем бейсбол. Вы знаете правила бейсбола? Лично я? Да. Нет. Есть? Мы против насилия. В смысле? Занимаетесь битами и вы против насилия? Да. Ну их можно использовать по-разному. У меня, например, бабушка на ней вяжет. Серьезно? Какой размер биты считается правильным? Все это индивидуально на самом деле. Я люблю большие, некоторые любят поменьше. Ну да. Тут уже, как говорится, кому что... Кому для чего. Кому для чего, кому что природа послала, да? Да. Так а здесь что вы делаете? Подходите к людям и предлагаете им потрогать свою биту? Ну, грубо говоря, да. Ты что снимаешь? У тебя есть аккредитация? Я мужик! Спасибо. Это вы тут канабисом приторговываете, да? Соотносительно, да. Насколько уход классный? Куда уход? Ну, он сравним с... Нет, не сравним. Я имею в виду с пивом. Ну, с пивом. Так это и есть пиво, ну. А, это и есть пиво? Да. Я думал, это просто жидкая конопля. Нет, это пиво на конопляных листьях. Сколько здесь грамм... Граммах там не исчисляется. Не исчисляется? Нет, оно варится, да. А в листиках? Скажите, пожалуйста, в какой момент своей жизни вы решили продавать конопляное пиво? Это глупый вопрос. Пока вот единственная проблема до солнца, да, теплое пиво. Ну, что поделать? Будут люди дома смаковать. Будем в следующий раз зимой продавать. Будет холодно. Хорошо. Подойдем к лазе мой. Смотрите, значит, я узнал, я погуглил в Бразилии. Да. В Бразилии, правильно? Да, это правильный ответ. Но все-таки отшлепайте меня еще раз, пожалуйста. Ай, ай, ай. Сами на вас садятся. Я худенький. Все. Догольно? Нет, я грех. Ну все, пошли ко мне. А вы видели, как вас сзади постригли? Да, у меня есть глаза на затылке, я все видел. Как называется эта стрижка? Стрижка? Да. Low Fade. Low Fade? Да. Это низкая судьба? В рамках фестиваля Мужик Фест проходит крупная международная выставка ножей. Мы решили осмотреть ее полностью. Идемте. Здравствуйте. Что это за ножи? Это кишки вынимаете? Нет. Это шкуру разделывать. Режущая кромка об шерсть садится. А так получается, надрезали на охоте, зацепили его, шкуру спороли и разделываете аккуратненько. Режущая кромка дольше сохраняется. Для кого это? Для охотников? Или хлеб можно резать? Конечно можно. Ну а есть на чем проверить? Сейчас нет. Андрей, давай на тебе. А, такой барбершопер тоже. Здравствуйте. Рукава это у вас? Да, это татуировка. Татуировка? Да. Классивая. Спасибо. Хотите вам сделаем прямо сейчас. Ради сюжета, радиолика на 15 минут, я думаю, стоит. Не, ну серьезно, давайте посмотрим, что у нас сейчас берут в основном. Так, это у нас космонавты какие-то, это для летчиков, да, для космонавтов. Ну а сколько такая татуировка делается? Она несколько часов? Да, сеанс длится 4 часа. Сеанс прям? А мне массаж при этом сделают? Ну, иголками сделают. Да. Иголокалывание. Знаете, некоторые увлекаются интимными татуировками, вы такое делаете? К счастью. Черепа колите там? Не приходилось этим. Не приходилось? Но если вы просят, сделаете? Ну, это уже нужно поговорить. Поговорить надо будет, да? Да. А что это за эскизы такие с бородками? Это где? А это сейчас вот акция. То, что мы сделаем сейчас, быстро. И потом всю жизнь с этим жить надо. Да. Вы быстро сделаете на фестивале. Люди тут ходят немножко подвыпившие. Кстати, паспорт можно наколоть, действительно. Индекционный код. Очень недавно. Поддиктуйте свой индекционный код. Да что диктовать? Вот, пожалуйста. Какие-то моменты в своей жизни понимаешь, что ты полное ничтожество, когда видишь вот такую вот аппаратуру. Мы ведем свой репортаж самого мужского фестиваля в Киеве. Мужик-фест. Трусы для настоящих мужиков с кейками, с кетчупом, с метро, ну и, конечно же, желтые трусы таксиста. Ребят, не снимай, снимай девушку. Зум побольше. Подержите, пожалуйста, микрофон. Это видео, мы можем не заканчивать никогда. Это картошечка, да? Картошка. Класс. Сосиска, картошка. Кукурузка, рак. Тимьян, разборин, ну куча. Очень ароматный, очень вкусный. На работу в судочек положил, достал судочек и давай раков. Вот это вот, ножки отламывайся. Ну то есть обратиться можно, если кому-то надо что-то вырезать, к вам, да? Да, конечно. Я делаю гигантские, с корня и так. То есть можно скульптуру сделать высокую? Я это и делаю, да. Где научились это делать? Ну я уже 15 лет строю дома деревянные, так скажем. И уже 5 лет по всему миру, как скульптор, участвую во всех фестивалях. То есть вы международного класса? Да, я живу в Европе, работаю в Америке, здесь и в Чехии. А сколько стоит такая скульптура, если делать себе индивидуально, в свой дом? Все зависит от ситуации. Тысяча долларов, две, десять, пятьсот долларов. Вот тысячи и больше. И больше, да? Куда вот это все потом идет? Ну это на дрова. Вот эти вот ваши. Это на дрова, на дрова. На дрова? Да. Ясно. Мы ведем свой репортаж из лошади. Из лошади я репортаж еще не вел. Ну все, теперь вы никуда от нас не убежите. Я не знала, что вы сейчас придете. Конечно, это мы, эти журналисты, которые вечно суются. Я так и поняла, что я хотела, что я сама себя наказываю. Вдруг кто-то поведется, знаете, сама наказала, и люди увидели, что хотят снова наказать. Андрей, есть дрова у тебя? Я плохой журналист. Плохой я журналист. Я плохой, я продажный. Ай, ну все, мы сняли уже, спасибо. Это бонус был. Мы ведем свой репортаж с Северного полюса. Сейчас здесь жуткий холод, поэтому мы приоделись и будем работать сегодня с вами в этих невероятных погодных условиях. Андрей, рискуя здоровьем, одевается прямо на лютом морозе. Вы не хотите похудеть? Я толстый. А потолстить хотите? Вот там есть раки. Ну, я раки люблю. Раколюб. Раколюб, да. Скат-ТВ. Работа в любых погодных условиях. Я жду разгара. А? Разбората ждете? Разгара. Может, это от вас уже зависит? А что вы делаете? Мы коробки для обуви. Для кулеверов? Нет, для нормальных людей. Просто для тех, у кого много обуви. Сейчас померяем. Мы ведем свой репортаж самого мужественного фестиваля. Мужик-фест. И я мужик! Интересно, можно в этот арбуз карлика посадить? Конечно. Можно? Конечно. Пробовали? Да. Можно вырезать подможки и подручки, и дырочки. Да, да. Это у вас... Арбузный лимонад. Лимонад холодный он? Да, хотите там попробовать? Ну, только не холодный, потому что у меня немножко горло болит. Есть проблемы. Там с ними, тут прям... С ними пюрах как наливают. Немножко подлейте мне еще. Во-первых, подлейте, а во-вторых, мы с ними... Ничего себе, вы такой скромный. А это журналистка такая. Приходится вот это... Хочешь кушать бесплатно на фестивале? Пожалуйста, крутись. Да, все правильно, молодцы. Перед арбузная штука прикольная. Да, очень вкусная. Это Сандора, да? Нет. А как называется ваша контора? Просто арбузный лимонад. А давайте придумаем как-нибудь. Придумаем. Давайте... Арбуз... Нет, давайте... Шмарбуз. Арбуз-шмарбуз. Отлично. Арбуз-шмарбуз покупаем. Арбуз-шмарбуз. Скат-ТВ. Скат-ТВ. Вот так. Спасибо. Смотрите, а можно на секунду, девочка, у вас? Нельзя. Мне понравился просто ваш оператор, и мы хотим его пригласить на наш канал. Скат-ТВ называется. Наш? У нас новый канал. Нет, это ваш новый канал, я знаю. У нас лучше. У нас скат-ТВ. Ну, это вы ему предложите, но пока он работает, поэтому пока его не трогайте. Хорошо? Вам работа нужна? Нормальная работа нужна? Придется, Андрей, тебе снимать. А что, где биту потеряли? Засунули в кого-то уже там, да? Уже. Уже? Отобрали у вас ее. Ну, вы такая хрупкая, конечно. Вам нужно с битой постоянно ходить, потому что иначе будут приставать. Ничего. Найдем управу. Вы куда бежите? В туалет? Нет, просто решила пройтись. Хорошо, ну удачи. Спасибо. Скат-ТВ. Нет, надо какой-то слоган придумать для Скат-ТВ. Просто что здесь Скат-ТВ? Ешь, смотри, Скат-ТВ. Кулинарный канал. Мы же про еду тут снимаем в основном. Скат-ТВ сиди, ешь, смотри. Вот у нас кулинарный канал, Скат-ТВ. Вы, кстати, в Скатах не едите? Нет. Правильно делаете. Как мы можем вас задействовать по нашей тематике? Можно это есть? С шоколадом можно есть. В смысле, залить шоколадом, да? Да. Вообще, что это такое? То есть вы торгуете смертью, да? Я так понимаю, куринию? Удовольствием. Удовольствием. У нас чистый настоящий табак. У нас настоящие сигареты. Не то, что продается, а настоящие. Сигары. А может скрутить красиво? Скрутить, скрутить. Скат-ТВ, кулинарный канал. Скат-ТВ, сиди, ешь, смотри. Повторите еще раз, не плохо. Игурчик, Скат-ТВ, сиди, ешь, смотри. Скат-ТВ, сиди, ешь, смотри. Сиди, ешь, смотри. Спасибо. Классный костюм. Давайте смотреть. Подходите прозой. Айтелка, подержи телку за сисечку. Если есть проблема с телкой, знакомься с Айтелкой. Айтелка может, Айтелка даст. Айтелка поднимет настроение и не только. Держите? Ак-клюши держите. Айтелка, исполни свою мечту. Подержи за сисечку. Скат-ТВ, сиди, ешь, смотри. Самый непопулярный стенд на мужикфесте, это там, где нужно действительно показать себя мужиком, покачаться железяками. Как вы это прокомментируете? Мы стараемся людей приобщать к спорту. Да. А не к пиву и к колым попам, да? Да. Правильно, да. Правильно? Да. Ну и что вы здесь приобщаете, к чему? Кроссфит. Кроссфит – это высокоинтенсивная интервальная тренировка. Она направлена на проработку всех групп мышц, всех физических качеств. Это и сила, и выносливость, и баланс, и гибкость. Спорт для мужчин. Девушки у нас тоже тренируются, если есть желающие, мы всех ждем. А можно с девушкой приходить и с ней вместе там тренироваться? Конечно. У нас классы смешанные, у нас тренируются и парни, и девушки. У нас есть групповые классы, есть индивидуальные тренировки. А помушка, да? Нет. Групповые спортивные классы. А вот это реально 6 килограмм? Да. Резко, резко. 6 килограмм, ребята, я поднял. Можете попробовать? Сразу несколько. Могу 4 поднять теперь. После 6. Только я скажу, что здесь не 4, а что здесь 40. Я держу сейчас на своих хрупких плечах 40-килограммовую гирю. Это реальные 40 килограмм. Очень тяжело действительно держать. У меня отваливаются руки. Но что не сделаешь для нашего кулинарного телеканала Скат ТВ? Сиди, ешь, смотри. Скат ТВ, сиди, ешь, смотри. Как ощущения? Нормально мнет? Умеет или нет? Умеет, умеет. Скажите, пожалуйста, а как вы давно работаете сутенером? Я на самом деле не сутенер, я айсутенер. И пока это тестовая... Это совершенно другое, да? Это бета-версия, да. Пока еще нет официальной прошивки и лицензии. Но мы решили немножечко поднять с айтелкой настроение мужчинам, которые придут на этот фестиваль. Потому что, знаете, время тяжелое. Возможно, кто-то мало зарабатывает. Возможно, кого-то сократили с работы. Это вы по себе, да? Нет, я прекрасно себя чувствую. И, возможно, кому-то не хватает денег на телку. Поэтому мы решили предоставить айтелку. Это дешево, это экспресс-курс по настройке личной жизни. Лучше, чем фэн-шуй. Ребят, ребят, работа не нужна. У нас после Скат-ТВ ищем операторов, журналистов. Серега! Серега, работа нужна вам? Скат-ТВ, новый телеканал, хорошие зарплаты. Сколько? Сколько? А сколько вам платят сейчас? Тысячу. Тысячу долларов? У нас обычно на 20% выше рынка. То есть, я думаю, что где-то 1200 есть. Интересно? Интересно. Интересно, а вы сейчас где работаете? 24, да? Да. Телеканал 24. Скат-ТВ! Сиди, ешь и смотри. Смотри. Большой сработник. Серьезно? Ты уже не серьезно. Нет, мой телефон. 105, 38, 39. Это фунтайм, да, у вас? В смысле? А полный день? Нет. 8 часов. Ну, я понимаю, что не круглосуточно, не 24. Хорошо, Сереж, свяжемся. Спасибо. Мы навели первые связи в этом телеканальном сообществе, да, нашли первых друзей Алексея и Сергея. Одного из них уже переманили к себе на работу. А, вам тоже работа нужна? А что же телеканал у вас? Скат-ТВ, кулинарный телеканал, знаете? Скай-ТВ, что это же? Не Скай, а Скат. А, нет, не слышу. А я у меня варить пельмени. Я прошел кастинг. А яички сумеете делать? Да, из двух яиц. С колбасой, с помидорами и с луком. Вот такой вот. А кнопочки на камере нажимать умеете? Да, я даже знаю, как приближать и удалять. Вы принято на работу? Я знал. Ну, ребята, кто? Подходите. Есть прайс. Да, Миша, дай прайс. Вот прайс. Миша не дает телка, цепляй айтелку. Давайте, подходите. А телка поднимет свое настроение и не только. Вам работа не нужна? Нет, нет, у меня есть прекрасная работа. Прекрасная работа, точно? Да, вот она. А у нас кулинарный канал Скат-ТВ. Боже, а я же кулинар. Скат-ТВ, готовим скат. Вы кулинар, что вы умеете делать? Я же, боже, все, маренги. Маренги? Да, и меренги, и маренги, и безе. Это, по-моему, вино такое, его не надо готовить, просто открыть надо. Не-не-не-не-не, это типа безе, вы не в курсе? Ну, я недавно работаю. Боже, вы, наверное, в ресторан не ходили ни разу никогда, да? В Макдональдс я ходил. А, ну, там есть, это, гамбургер. Гамбургер. Да, и картошка фри. А что, точно не нужна работа вам? Нет, спасибо большое. Ну, смотри, если будете вдруг бедствовать, приходите на Скат-ТВ. Ой, что вы? Скат-ТВ. Сиди, ешь, смотри. Вы повторяйте, чтобы я не забыла. Вы профессиональный журналист, я вижу. Скат-ТВ, ешь, сиди, молись. Ешь, жарки с над юношей. Я же обещал, что мы встретимся. И вот еще, да, вы хотите познакомиться, да? Да. Можно мы заснимем ваше вот это первое свидание, которое вы потом будете показывать своим детям? Они докушают? Да, хорошо. Мы не снимаем сейчас, у нас вообще электрофоны не работают. Это мы выдаем себя за журналистов. Ну, как вы за автомойщиц. Скат-ТВ, сиди, ешь, смотри. А есть айсекс? Айсекс – это будет следующая версия прошивки. Следующая версия, ждем. Мне кажется, да, когда у нас изменят наш криминальный кодекс уголовный, да, пока это противоречит. Поэтому айсекс пока не предусмотрен, если девушка того не хочет. Но мы заканчиваем 8, поэтому можете у нее спросить. Потому что я айсутенер только до 8. А что больше всего, целоваться, выпить или за грудь подержаться? И грудь, и грудь подержаться, и целоваться, и выпить. Или деньги, трусики. Ну, вообще, девочка очень красивая. Девочка очень красивая. Очень красивая такая, просто, просто прелесть. Может, я маме взять не нужно? А теперь давайте, кто быстрее добежит до студии и выложит этот сюжет. Мы побежали. Давайте.